Начинай! И из Венома решили делать отдельный фильм, не связывая его с Человеком-пауком. Даже на груди у Венома нет символа Белого Паука, который был у него в третьем Человеке-пауке Враг в отражении 2007-го и в мультсериале Человек-паук 90-х. Всю связь с Человеком-пауком в фильме Веном 2018-го уничтожили. После выхода трейлера к Веному были слухи, что научно-фантастический ужастик «Живое» 2017-го года – это приквел к Веному. Но это, к сожалению, оказалось не так. Но было бы идеально, если бы это было правдой, так как «Живое» – это космический организм, который захватывал тела людей и убивал их, и в конце он там попал на землю. Том Харди получил за главную роль в детской ерунде про гея-супергероя под названием «Веном» шикарный 7 миллионов долларов. И по его словам, он на роль согласился только лишь ради своего сына, чтобы ему было наконец что посмотреть с папой в главной роли. Набрав приличное количество мышц благодаря тренировкам, питанию и стероидам, и отлично сыграв злодея Бэтмена по имени Бэйн в фильме «Темный рыцарь. Разрождение. Легенды», Том Харди получил главную роль в супер примитивном, однобоком, вторичном фильме «Веном». Даже добавив акцент Бэйну, который конечно же отсутствует у нас в дубляже, Том Харди не воспринимался так примитивно и однобоко, как в фильме «Веном». Его персонаж Эдди Брок в фильме абсолютно никакой. Если у Эдди Брока в «Человеке-пауке» была мотивация отомстить Питеру Паркеру за уничтоженную карьеру журналиста, то в фильме «Веном» у него нет мотивации для действий и нет цели. Его персонаж просто стандартная заготовка. «Этот чертов парень просто насквозь гнилой». Несмотря ни на что, при бюджете в шикарные 100 миллионов долларов, «Веном» принес более 800 миллионов долларов, был супер успешен, однако от него не стоит ничего ожидать, кроме эволюции компьютерных эффектов и каких-то компьютерных технологий. Все остальное в фильме полная ерунда, никакой истории нет. Достойный, имею в виду. Для съемок сначала записывали все диалоги «Венома» и Том Харди на съемках слышал их и отвечал на них. Эту технику Том применял ранее на съемках фильма «Легенда» 2015-го, где играл Близнецов. Твою мать, что за представление? А? Это ты устроил представление? А после первого «Венома» и до второго Том сыграл лишь «Аль Капоне» в фильме «Капоне» 2020 года. Этот фильм рассказывает о последнем годе жизни большого мафиози «Аль Капоне», когда у того уже был нейросифилис и он выжил из ума. И в фильме «Венома» сделали положительным персонажем, а отрицательным персонажем и злодеем в фильме «Веном» сделали очень уникального. Точно такого же «Венома», как и сам этот «Веном». Более того, во второй части фильма «Веном» отрицательный злодей тоже точно такой же «Веном», но красного цвета. Супергеройские фильмы не готовы еще быть настолько интересными или уникальными и в детских супергеройских фильмах главным актером не может быть отрицательный персонаж. Как, например, в сериале «Во все тяжкие» по-моему отрицательный персонаж, ну и в «Сопрано», «Тони Сопрано» тоже отрицательный персонаж и он главный в сериале «Сопрано». Супергеройские фильмы до этого еще дойти не могут и в главных ролях должен быть обязательно герой. Именно поэтому «Веном» становится положительным персонажем. Он убивает лишь плохих, как Данила Багров из фильма «Брат». Все ради того, чтобы в будущем внедрить «Венома» в супергеройские фильмы Марвел или сделать какую-то новую вселенную с Человеком-пауком, а потом их скрестить с «Мстителями» и прочими. Наверняка в будущем «Веном» будет супергероем и пожертвует собой в конце подобных коллабораций и спасет свою возлюбленную. Режиссером фильма «Веном» стал Рубин Флейшер, который до этого срежиссировал хреновенький, лично на мой взгляд, фильм про зомби, полутрэш-экшен, ужастик, комедию, приключения под названием «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 2009 года. После «Венома» он режиссировал продолжение этого «Зомбилэнда» в 2019, а также в 2022 году вышел «Анчартед». Актер Вуди Харрлсон в фильме «Веном» появился в самом кончике и сыграл Клитуса Кэссиди, про которого фанаты Человека-паука знают, что он станет карнажем. И Вуди даже говорит, что устроит бойню, то есть по-английски это «Карнидж». Луди потом и сыграл «Карнажа» в продолжении «Венома» в 2021, а получил роль он в «Веноме» первом благодаря тому, что сыграл у режиссера Рубина Флейшера в его первом фильме «Зомбилэнд» 2009 года, который при 23 миллионах бюджета принес 100 и был снят за 42 дня. В оригинале этот фильм называется просто «Зомбилэнд», а у нас в локализации зачем-то добавили еще ненужные ему слова, и фильм называется «Добро пожаловать в «Зомбилэнд». Этот фильм номинировался на премию «Сатурн» как лучший ужастик. Благодаря успеху «Венома» режиссеру Рубину Флейшеру потом дали бюджет на продолжение фильма «Зомбилэнд», которое вышло в 2019 году, то есть спустя 10 лет после первой части. Из меня бы вышел шикарный, мать его, президент. Мочить в сортире я умею отлично. И в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос... Ради этого ролика про «Венома» я посмотрел обе части фильма «Зомбилэнд» 2009 и 2019 года, и для меня это, как я убедился, все фильмы про зомби одни и те же. Пострелушки, пустые побегушки, зомби хотят кушать мозги, и в фильме «Зомбилэнд» только в начале буквально пару моментов, где с замедлением нам показывают титры, какие-то уникальные интересные кадры, а весь фильм 99% — это просто сплошная муйня лично для меня. Напишите, как вам, если вам понравилось вообще «Зомбилэнд», кто смотрел. Почитаю в комментариях. «Зачем вам был нужен Гарфилд 3?» «Дурь стоит дорого». Мишель Уильямс сыграла бывшую жену Эдди Брока в фильме «Веном», и она еще в одной сцене стала «Веномщиной», то есть «Женщиной-Веномом», про которую создатели надеялись в будущем снять отдельный фильм, так как «Веномщина» в 95-м году появилась в комиксах. И возможно будет в будущем отдельный спин-офф про «Женщину-Венома». Кстати, в кинотеатре перед фильмом «Веном» показали трейлер фильма «Апгрейд», который вышел тоже в 2018 году, и по-моему в тот же самый месяц, что и «Веном». И там было почти то же самое, тоже в человека вселилась хрень, и он в офиге от себя сражался и отбивался автоматически от противников. В фильме «Апгрейд» даже главный актер Логан Маршал Грин выглядит точно так же, как Том Харди в фильме «Веном». Более того, у нас в дубляже даже этих актеров озвучивает один и тот же человек – Илья Исаев. Также в фильме «Веном», как и в фильме «Апгрейд», есть внутренний голос, который общается с героем. Какими деликатесами тебя сегодня порадовать? Какашка на... У человека, застрелившего вашу жену, в руке нет оружия. Ее застрелили, значит оружие было. Я ожидал, что фильм «Апгрейд» 2018 года будет полным навозом, но посмотрев его, я офигел. При всего лишь трех миллионах бюджета «Апгрейд» показал то, что не может показать даже фильм «Веном» со своими ста миллионами бюджета. Поэтому, если кто пропустил «Апгрейд» 2018, обязательно гляньте, он гораздо лучше, наверное, любого фильма про супергероев. И там хоть и простая история, но великолепная. И подача также великолепная. Крутая речь. Тебе твой чип в башке суфлировал? Возможно. Про фильм «Апгрейд» 2018 года я пока что написал только статью в Яндекс Дзен канале, есть ссылка в описании, если вам интересно, можете почитать. А в будущем планирую рассказать подробнее про этот фильм и также еще про те фильмы, которые меня впечатлили. Тоже расскажу. Вызомнила себя самая умная. Кстати, если вы уже из будущего, то, возможно, ролик про «Апгрейд» уже есть на канале. Ну а если вы из настоящего, из июня 2022 года, пока что подождите. Боссом Эдди Брока в фильме «Веном» должен быть Джона Джеймсон, согласно истории Человека-паука. Но поскольку тут нет Человека-паука и газеты «Дейли Бьюгл» вроде, то и босс у Эдди Брока в фильме не Джона Джеймсон, а какой-то Джек. Здесь, чтобы не было непоняток, это даже специально подчеркнули цветом кожи актера, что это точно не Джеймсон. А вторичность «Венома» подтверждается еще тем, что оружие у «Венома» в точности как у героя игры «Прототип» 2009 года. Тоже такая острой типа меч, тоже есть такие же щупальца. И, кстати, я Сергей, и вы на канале «Ай люблю людей». Если вам интересно глянуть про мою старую тетрадку с анекдотами, то есть ссылка на этот ролик в описании. Раньше я выписывал и вырезал из газеты различные анекдоты и всякие приколы выписывал. Вот про это я и рассказал. Также я еще показал свои старые раскраски и комиксы про черепашек «Ниндзя» и «Мортал Комбат». Есть на эти ролики, ссылки в описании. В фильме «Веном» лобстер, которого кусает Том Харди, был сделан из зефира и шоколада. И залезть в аквариум с лобстером придумал сам Том Харди. Для этого был построен специальный аквариум, который выдержал вес Тома Харди. Также в фильме я нашел умный продакт-плейсмент или попросту рекламу смартфонов Sony. Написано «Сделай правильно, долб...» и стрелка на смартфон. То есть типа «Хорош брать херню, купи уже смартфон Sony». О, говорит, не возвращайся! А где тут у вас новые телевизоры? Хожь как хожь, а маловато! Всё, обратно не то, маловато будет! Новый телевизор Sony, модели 25М1. Кисти вот каблучевают! С диагональю 25 дюймов. О, а вот это мой размерчик! Супер Тринитрол. Это Sony. Ещё из довольно-таки глупого, в фильме Веном даже мёртвого Эдди Брока Веном оживил. Раньше показывали, что Веном может завладеть телом, но его таким образом он не оживлял. А тут Эдди Брока он оживил, и то есть Эдди Брок, по сути, это Росомаха Бессмертный. В воде не горит и в огне не тонет. Ладно, понял. В конце фильма Ваня было камео Стэна Ли, который придумал различных персонажей Марвел, которые теперь приносят миллиарды долларов. В Ване получается, что Стэн Ли играет самого себя, и он там говорит, чтобы Эдди Брок не бросал свою подружку. Не вздумай бросать её, и тому передай. Обещаю. В Веноме получается, Стэн Ли играл сам себя, так как он знает об Эдди Броке и кто он такой. Если раньше Стэн Ли всего лишь светил своей мордой в этих супергеройских фильмах, то теперь он как бы вообще ломает четвёртую стену и всё знает о своих супергероях. Что за хрыч? В конце фильма Веном тот просит шоколадку, и это не просто так, так как во второй части Венома сказали, что ему нужен фенилэтиламин, который содержится в мозгах и шоколаде. Также фенилэтиламин отвечает за влюблённость, как написано в интернете. Он вырабатывается в мозге в ответ на объект, который нам нравится. Фенилэтиламин выделяется вместе с дофамином и серотонином и повышает симпатию, эмоциональную теплоту и сексуальность. Тебе нужен этот фенилалил... Фенилэтилаланин. И если это правда про фенилэтиламин, который нужен Веному, то Венома в будущем можно влюбить в Веномщину, и таким образом они будут питаться как бы своей любовью. Людей перестанут жрать и убивать, мозги не нужны, шоколадки не нужны, и только любовь им нужна, получается, как бы. Тоже ещё из низкосортного, финальное сражение Венома это просто сражение Малафни. В Трансформерах 2 было сражение кучи железяк непонятных, а в Веноме просто две кучи Малафни плескаются. Балабол! В Веноме, кстати, было огромное количество удалённых сцен. Том Харди сказал в интервью, что их было примерно на 30-40 минут, но в интернете их нет. Пока что студия где-то там куда-то в коробке убрала все эти удалённые сцены и выложили лишь всего лишь в удалённых сценах около 6 минут. Интересная там была только лишь для меня сцена и упоминание о том, что Веному более 6 миллионов лет. Также, по слухам, актёр Том Холланд, который теперь известен ролью Человека-паука в очередном перезапуске, сыграл и в фильме Веном именно в первой части 2018 года. Но эту сцену удалили, найти её в интернете невозможно и никто пока не подтверждает официально эту информацию. Возможно, тогда ещё Сони не знала, будет ли она делать свою вселенную, будет ли успешен вообще Веном. Но теперь, поскольку Веном стал успешен, Том Холланд реально появился в конце второго Венома или в конце Человека-паука 2021 он появился. В любом случае, теперь вселенная Сони создается, Человек-паук будет скрещиваться с Веномом и прочими всякими Морбиусами и начнётся зловещая шестёрка. А в мультсериале Человек-паук 90-х годов сказали, что Веном дал Эдди Броку колоссальные знания. Мне открылись знания тысячи миров, древних цивилизаций. В этом костюме я буду жить миллионы лет. Также Венома в мультсериале переводили как Чёрная Смерть, а в многоголоские он Яд, что по сути верно. Меня зовут Чёрная Смерть. Мы называем себя Яд. Отныне я Чёрная Смерть. Теперь мы с ним, это Яд. А в третьем сезоне его уже переводили как Смертоносец. Возвращение Смертоносца. Яд возвращается. Есть только Смертоносец. А в фильме Веном он называл себя Смертельный Защитник. Отныне наше имя Смертельный Защитник. Together we are The Little Protector. Ещё в конце Венома звучит песня рэпера Эминем, который написал её специально для фильма. Кстати, если вам интересно глянуть полную фильмографию Тома Харди, то я посмотрел все фильмы с его участием и сделал, показал его фильмографию и рассказал об этих фильмах в ролике про Тёмного рыцаря Возрождение легенды. Есть ссылка на ролик в описании. Там будет подробнее про Тома Харди. Рабочим названием для фильма Ваня 2 было Филмор. Под этим названием его снимали и скрывали от ненужного внимания. Вторая часть Ванюши планировалась к выходу в октябре 2020, но из-за пандемии коронавируса вышла в октябре 2021. И в оригинале имеет подзаголовок «Дослучится резня», а у нас просто цифра 2. Резня или бойня, по-английски Carnage. Так зовут главного злодея второго Венома. Что удивительно, вторая часть идёт всего полтора часа, и это очень мало для современных фильмов для детей про супергероев. Сейчас стандарт супергеройского говна это два с половиной часа, но поскольку Веном 2 это просто куча компьютерной графики, экшен и отсутствие киноискусства, это дерьмо и идёт полтора часа, потому что кроме компьютерной графики ничем фильм больше не может похвастать. Это суперпозор. Те, кто думал, что первый фильм Веном говно, то второй фильм это говно в квадрате. Сколько же там кровище? Как сказал в интервью Том Харди, первый фильм Веном не понравился критикам, однако понравился зрителям. Видимо, он имел в виду то, что финансовый успех был у первого фильма. Не знаю, насколько зрителям понравился на самом деле этот фильм. Детям да, взрослым не думаю. И Том Харди в интервью сказал, что они во втором фильме пытались исправить ошибки первого фильма. Единственное обалденное улучшение для второй части это то, что эта часть в полном кадре, то есть в формате 16 на 9 и без чёрных полос сверху и снизу. Как у 99% новых фильмов. Ненавижу версии фильмов, где лишь задействуется около 60% экрана, а 40% занимают чёрные полосы. Знаешь, в последнее время у меня такая тяжёлая полоса моя. При 110 миллионах вторая часть Венома уже принесла меньше, чем первая часть. 500 миллионов. И будем надеяться, это будет уроком создателям, потому что нельзя делать настолько примитивный, пустой фильм про компьютерную графику. Это ставит под угрозу третий фильм про Венома, поэтому компания Sony приложит максимум усилий в третьей части и в ней уже совершенно точно будет Человек-паук или ещё кто-то значимый, а не просто очередной злодей Венома. Компания больше не допустит падения доходов. Ну и безусловно, Энди Серкес получил пинок под жопу с поста режиссёра Венома. Золотой дождь! Режиссировал и портил ничтожный фильм Веном 2 режиссёр и актёр Энди Серкес, который известен ролью Голлама в фильмах Властелин колец, так как режиссёр первого фильма Веном, Робин Флейшер, был занят съёмками своего фильма Зомбиленд, точнее продолжение, которое вышло в 2019 году. А Энди Серкес уже до этого имел работу, опыт работы режиссёром второй съёмочной группы в фильме Хоббит, Ой, в фильме Властелин колец И в Хоббите тоже он, кстати, по-моему, работал. Веном 2 это уже пятая режиссёрская работа Энди Серкеса, до этого он был режиссёром второй съёмочной группы в фильмах Хоббит, также он режиссировал игру Heavenly Sword 2007 года, и ещё несколько фильмов режиссировал, а также срежиссировал фильм Маугли 2018 года, который, по-моему, в кинотеатрах не выходил, и выходил он только сразу вроде на Netflix. По слухам, на режиссуру Венома 2 Энди Серкеса выбрал сам главный актёр и, видимо, продюсер этого фильма Том Харди. Он позвонил Энди Серкесу и тот согласился на режиссуру Венома 2. Также в интервью сказал Энди Серкес с Томом Харди, что было там изначально камео режиссёра Энди Серкеса, где он играл человека, который переходит дорогу. Но по настоянию студии или ещё почему-то эту сцену в итоге удалили и никакого камео режиссёра Энди Серкеса во втором Веноме нету. Энди Серкес тогда ходил на костылях, он переходил как раз на костылях дорогу в фильме Веном, и это потому, что в реальной жизни Энди Серкес тогда катался на лыжах, где сломал себе ногу. А я вас знаю, вы великий дон. Веном 2 есть сцена с вечеринкой людей нетрадиционных взглядов, в которой Веном отказывается от поцелуя девушки. Давай поцелуемся. Прости, детка, ты не в моём вкусе. И режиссёр Энди Серкес в интервью сказал, что у инопланетного Венома и человека Эдди Брока безусловно любовь. Их любовь это центральная тема в фильме. Любовь это когда принимаешь человека в своё сердце со всеми его недостатками. И в конце фильма даже есть признание Венома в любви. И только что ты сказал, что любишь меня. Эта сцена есть даже в более расширенной версии и у них там был в оригинале более долгий разговор про их любовь. Также в фильме Веном 2 тот говорит, что Эдди прятал его и комплексовал из-за него. Эдди засранец! Он прятал меня, потому что он меня стыдился. Раньше я сильно комплексовал. Но теперь Веном свободен и это как бы его камин-аут. Но теперь я свободен! Что за жестокое обращение с не такими как вы? Таким образом, второй фильм Веном как мне кажется надо было назвать гейном, а не Веном. И наконец-то создатели идут в правильную сторону. Пора наконец признать, что подобные фильмы это просто фильмы с разодетыми крашенными накачанными мужичками в разноцветных одеждах и красках и подобные фильмы надо просто гонять в барах стиля голубая устрица. Интересно, что пропаганда однополой любви в России запрещена, а вот Веном 2 проскочил. Также в новостях недавно прочитал, что Локи там в сериале оказывается двусторонним, он и с мальчиками и с девочками может. И в супергеройских фильмах наконец-то в будущем появятся и трансухи и как там асексуалы и не знаю там и в главных ролях будут большущие накачанные мужики в чулках в стиле Эша из игры Streets of Rage 3 Который вот так смеется. А на 1-0-4-12 звуки выстрелов похожи на эй ты пидор выходи ко мне от ас из нашего детства. Выстрелов именно столько, что как раз таки умещаются в эту фразу. а КОТПТИЛЬНЫЕ ИНТРИТИЛЬНЫЕ ИНТРИТИЛЬНЫЕ КОТПИТИЛЬНЫ Я хочу больше играть Все Ой Маши 終わって не Хора КИГЕН нау СТЕКТА Так СТЕКТА Как уже нужно больше Коццера хархель дотатуе митая него вагомо инна хора СТЕКТА ДОО В 2022 году от Марвел вышел очередной супергеройский-суперзлодейский фильм под названием «Морбиус», в котором также было упоминание про Веном. Я есть Веном. И они, наконец-то, образуют зловещую шестерку, про которую мы еще знаем со времен мультсериала «Человек-паук» 90-х. Неогенный кошмар, часть первая, коварная шестерка. В фильме Веном 2 Эдди говорит, что Венома выкинули его друзья с родной планеты. Да я единственный, кто тебя приютил, когда тебя выперли с планеты Маджонг за неадекватность. Также в фильме Веном 2, как и в первой части, Карнаж и Веном не выносят громких звуков, но сами орут. На 56.10 во втором Веноме полицейский спрашивает, почему именно Эдди Брока Клетус звал на свою казнь. Хотя вроде не секрет, что Эдди Брок написал статью, благодаря которой потом и осудили Клетуса. И из-за этого Клетус в обиде на Эдди Брока, что тот не рассказал про его прошлое, и что у Клетоса было тяжелое детство и он жертва, и над ним издевалась и его мама, и бабушка, и папа. Ты не стал сообщать о том, как над Клетусом издевались и мама, и бабуля, и чертов папаша! А в конце фильма Клетус перед смертью говорит, в точности как главный герой фильма Кабельщик, что он просто хотел быть другом для Эдди. Я хотел быть твоим другом. Жить будешь, друг! А я правда твой друг. Также в конце у мертвого полицейского загораются глазки, вроде как в него кто-то вселился, я не понял. Если вы поняли, напишите в комментарии, чего это там такое вообще будет. Но об этом мы, в общем, узнаем из следующей части. Подобные ролики про разбор супергеройских фильмов вы найдете в описании к этому видео. Я уже разбирал все абсолютно фильмы и сериалы про Супермена. Есть плейлист на канале про Суперменов. Есть плейлист, где я разбирал все фильмы про Бэтмена. Про Человеков-пауков тоже я разбирал. Какой-нибудь ху... Еще разбирал, есть ссылки в описании. Режиссировал и портил ничтожный фильм Феном 2. Сейчас. Который вот так смеется. надо точно надо музыку такую вставить а подожди какая-то музычка играть я не помню но надо музыку вставить в стиле где дерутся веном 2 из streets of rage 3 и в будущем еще присоединится к ним какой-нибудь человек носорог человек кривожоп рукожопый кривонок бусом эдди брока вроде как должен был который так смеется